Мусульмане берегут своих женщин. Я имею ввиду мусульмане, которые соблюдают, свинину не лопают, а такие, которые пьют и все жрут. Мусульмане так, как у нас уже православные. Я уж не говорю, там грудь открытая, это вообще не мыслимо даже. Мы были в Дагестане, в парке стоит женщина, стоит одна, видно, что беременная. Это Российская Федерация, платье на асфальтах, девчонки берут. Молоденькие, совсем видно где-то, как урочки выскочили. Одинаково одеты. Я видел, мы были в Болгарии, за рулем сидит, одетый хит-джар, лицо только вот так вот видно. Хорошо, тут все на 10 раз перемотано. У них нигде не увидишь, вот кроме лица, подбородок уже закрытый, чтобы грудь была открытая, тем более пожилой. Пожилой человек это вообще не мыслимо. Вот у нас фотографируют, где иногда стоит женщина, облакал там, и жена, у них это рождение. Даже не знаю, он стоит, как будто совершенно отстраненный там, а она тростиночка привела к нему за свое время где-то, вот жиги-то держится или что-то все. То есть это вот менталитет нации, он мужчина, а это никакой нужды нету. Я говорю, еще такую фотографию поставил там жену, ну выстал, он не понимает даже о чем я говорил. Я говорю, прочитал однажды, в Афганистане прислали врачей из Англии, там эти талибы. Я говорю, смотрю, он говорит, очередь его дошла, а он в стол уходит, а в речи-то уходишь-то. У него челюсть раненая, она гноится вся, ну пуля что ли попала, там страшная боль. А там женщина. Ну и что? Я думал, мужчина. У тебя какая разница, а она врач? Ну да, а она женщина. Он не может понять англичанины. Одно и что, что женщина. Больно. А она увидит, что я переборщился. Еще подумаю, какой же она мужчина. Русские берут плен, ведут на расстрел, а русские плачут. Мальчишки там где-то. Ай, нехороший русский человек, шурави. Идут на смерть и плачут. Ты радуйся, встреча с Аллахом будет. У них другое воспитание совершенно. Я не забуду, я считал, девочка тринадцать лет. Ай, побежала за водой, отец ее остановил. Ай, ща, у тебя щелок сполз. Ну и что потом? Ну, Марийка, видно. Ты вся спасешься, а это место гореть будет, тебе хорошо будет. Она тут же подъернула, она побежала. А у нас сказать нельзя даже. А че? Я передернула назад. У нас в материи мешки лежат. Мы говорили, чтобы пришить рукава. Ко всем этим безрукавкам пришили. Я спрашиваю, пришили? Сказал, с обшлагами сделать и все. Вот такие вот рукава. Вот они бегают. Это как-то ударит звонок, но и начали метаться. Но сделайте рубашки нормально. Вот она, рубашка, нормально. Не сделают. Не сделают. А как узкие выходят за бой за них? Все принимают. Он познакомился, подошел с ним на базаре. И стал разговаривать. А кем-то работал. Таким вот. Купил, опять перепродаю и все. А муж где? А муж где пьяница? Лежит дома. Ты женщина хорошая. Пойдешь за меня? Да-ка ты где живешь? Я живу в Таиланде. У меня две жены есть. Ты будешь третья. Третья. Каждую третью ночь я буду тебе приходить. Вот мне все рассказал. А сын? Ну, сын. Сыну возьми с собой. Сыну большой уже, лет 16. Это все она описывает. Я, говорит, до того довольная сейчас, говорит. Муж не дерется, не пьянствует. У меня, говорит, шифонер, его костюм висит. Я знаю, на третью ночь он ко мне придет. И она обеспечена. И пенсия, все у ней будет. И сын ее в наследниках будет. В какой-то степени. Это уже надо смотреть по каталогу, наверное. А здесь никакой гарантии. Он пьянствует каждый день. То есть отношения к людям, к Богу, к животу нет. Намаз пять раз в день. Вся страна. Вот я думаю, апостолы, почему они этого не сделали? Я ответ нашел кое-как. Но я его нашел. Ходит в храм человек. Даже я беру верующие, которые. Кто молится сейчас-то? У нас Давид говорит, с семикратных в день прославляю тебя за суды правды твоей. Большая или маленькая молитвенность. Он должен отвлечься от всего и просчитать там. Хоть хотя бы «Отчий наш». Правила есть Терафима Саровского. У нас свое правило. Мы считаем три святого. Это Царю Небесную, Утештелю, Пресвятая Троица, «Отчий наш» и сто поклонов. Святым, Ангелу. У нас свое правило-то. Ну, а вообще-то у русских никакого правила нет. У священника нет. У него есть. Он перед службой, он должен высчитывать. А это все до одного. Захожу, говорят, мечеть. Мечеть – это охрана-дром. И главное, в туалет заходить, и тоже зоно отцы требуют. В туалет. Показали. У нас, говорят, у Путина в лес надо так и украшивать, как у них. Обыкновенный туалет. Я заходил как-то. Чайников этих там. Гора, вот так. Гора, гора чайников. С рожками. Каждый мужчина берет с собой чайник. Мы другие. Вот он зашел в такую мечеть. Русские говорят «Дубари, государство». Никого нету. Говорят, а почему? Вас приходят люди? Приходят, намаз совершают. А где? На дневремя еще там полтора часа где-то. А вы приходите сейчас полтора. Одни мужчины. А на сколько вмещается там десять тысяч человек на стадион? Я зашел. Все до конца забито. Одни мужчины. И кто-то где-то работал, кто-то подъехал. Я раньше это слышал. Там в Ашкенте или в Ашхабаде. Русский едет. Расстал автобус. Я, говорит, посидел он маленько. Но вижу уже время. Зеленый горит. И я говорю, а что не едем-то? Она говорит, а ты посмотри. Я, говорит, гляжу. А шофера-то и нету. А где он? А ты туда глянь. Я гляжу, вот он внизу. Расстелил свой Дастархан. Попотечет. Встал на колени и молится. Да где вы найдете у русских это? Мы дорогой ехали. На такой же Газели едет мальчишка. В России. Ну, лет шестнадцати. Вышел этот. Расстелил. Встал на молитву. Да где-то. Ну, мы едем. Но не особая группа. Мы везде расстилаем свою плащ-палатку. Встановимся. Молимся. Кланяемся. Но это больше никто не делает. Никто. Нигде мы этого не видели. Поэтому на нас смотрят как, а мы еще ваххабиты. Ваххабиты. Все бородами. Взрывать сейчас будем друг друга. Нас такими и считали. Ваххабиты. Вот нету этого пятикратный намаз. Пять раз в день. А они прославляют Аллаха. Ну, женщина вышла. Зачем ты замуж вышла? Зачем? Главное это. Ну, для чего ты вышла замуж? Ты сказать даже боишься. Для чего? У тебя гарантия нет, что он тебя не выгонит? Никакой. Даже у верующих нет гарантии. Понятно? А там она только вышла замуж. У нее цель стоит родить пять сыновей. До свидания считать. Сыновей для Аллаха. Подарить Аллаху пять сыновей. Ну, найдите где-то, чтобы она думала об этом. Именно ставила цель. Во что бы то ни стало. Выпросить. Молиться. Пять сыновей Аллаху подарить. Фраза-то какая? Она несовместимая с нашей жизнью. Никак. А чтобы это было понятно, я объясню на простом деле. У меня голуби. Отношение к голубям какое разное. Иногда приходят, спрашивают. Я глаза им показываю. Вот здесь, вон они сидят, какие голуби. А человек бывает рядом и никогда даже голову не поднимет. То есть, он не интересуется, а ему они не нужны. Вообще, все должны голубей любить, да не все. Но и все-таки, однако, это голубь. Голубь это не кошки. Не коты. Как Шариков говорил. Что-то странное. Я спрашиваю одной. Да и кошку-то когда на руки брала? Кошку на руки? Никогда. А я на спицах. Сенка. Везде никогда не бывает. Никогда. Она на улице, там где угодно проводит. Почему так-то? Потому что нет любви. Она есть даже не стала. Маленькая повелка. Она услышала мой голос, прыгает на колени. А почему столько людей? Она приучена. Она ищет ласки. Ответная любовь. Это ответная любовь. А другой уже. Она в чашку. Да какое тебе дело до моей чашки-то? Я хлеб отодвинул ее спокойно. И в чашку она не резет, она не смотрит. И я ее не допускаю. Это ложь стопроцентная. Зависть. Зависть и ненависть. А ко мне они идут. Я прихожу сейчас. Но не дает пройти буско. Она вообще не подходила. Ну один шаг не могу шагнуть. Она меня дает. Захватывает. Захватывает. Баба говорит. Бубушка. Ну уж про больную не говорим. Там белая вещь. Это была Галина Алексеевна. Там мы еще так и не делали ее. Это любовь. Любовь она везде. К человеку. Сегодня радостный день для меня. Как будто совсем другой. Работал Коле. Чержок. Это или там Сергеев. Вот. И. Это от Бога. Во-вторых молились. Во-вторых. Каждый день пластырь прикладывал. Горящий там. Холодный. А теперь вот. Ни одной. Сегодня я не поднес жерди. Где бы он не соскочил. Не подбежал. Не хватился до другой конец. Так что я должен даже удерживать его. И где мы были сегодня. Заходили в сад. Там маленько поспевает. Красная смородина. Поели. Мы поели. И на выходе. Еще помолились. И здесь. Репьерва. Еще помолились. Мы сегодня. Ну молитвы. Крятки. Он все равно отвлекается. Что-то возьмет. Уже видно, что устал. Но это не роль была. Он прямо работал. И. Вот. Давайте я показываю. Какая куча. Да кому-то уши-то. Репья-то. Куча-то. Может в десять раз больше. Вот пойдете к коровам. Посмотрите. Они складывают в одно место. В другое. В третье. И когда пойдете. В Глушково. Посмотрите. Какие кучи. Вот это стоит. Молитский дух. Это мои ребята. Это мои хлопцы. Он с первого дня уже потянулся. На который еще ночью толком не спал. Надеемся, что все будет получаться. Вот. Это я спорь. Я однажды просчитал. Профессор японский. Был английского коллеги своего. Я говорю. Такие отношения хорошие. Они работали вместе. И вдруг изменились. Отношения я вижу. Он ко мне как-то относится не так. Я стал смотреть. Ну что я сделал не так-то. Непонятно даже. Я рулилась. Все. Пришел к моему квартиру. А вот ради гостя. Кошка лежала на диване. Взял кошку и согнал. Садись на это место так. А англичанин кошек сильно видит. Посчитает. И он из-за того, что я так. В моем доме. На моем диване. Моя кошка. Я согнал, чтобы гостя посадить. И то, и то не считается. По эффектету. Не так. Я гляжу. Вот по мне даже изменился. То есть ты грубо отнесся. Кошки. У нас это незаметно. То есть голос подойдет. Скажем. Молиться надо. Молиться. И Бог уменьшает сердца. Вот у нас живут старые грядцы. У них кошек нету. Нету. Они не держат. Я знаю когда их. И собак не держат. Нету. Один есть и сдержит. Ну. Собака такая. Для красоты только. Хастки. Она не лает. Ничего. Она не может ни охранять. Ни команду выполнять. Если Сергей завтра приедет. У долговых целовек. Трудно. Мои слова что-то не вмещаются. У долговых целовек. Не душили. Помолчали. Ну покажи что это. Не касается тебя. Но на варе шапка горит. Она у него хастки. Она у нее может не помещить. Еще другие такое же купили. Вот завтра. Если Господь благословит. Клеит Сергей Павлович пупков. И вы посмотрите что собака у него может делать. Он даже никогда не подумал. Что допустим один. У него верный называется. Он вот так как на пружинах прыгает. Вот так вот. Разыскивает. Болестный палк. Он несется там без берега. Как прыгает. В воздухе летит. Плюхнулся. И друг с другом там начинает бороться. К кого привезти. Ну это тоже пенсионер наверное. Ураган с нами ездит. Чемпион России. Я ездил дорогой. Ездили люди которые с собаками знакомы. Кирилл Виктор Николаевич. Кирилл Крущевин Николаевич. Ездили. Я с ним не ездил совсем. Глаза палк. Тут такая рыба. Нас мы в Германии были. Валентина с Артисоном. Дали то я пополам с ним. Здесь Глушков дал сколько слива где-то. Я с госараганом все пополам. И когда они утром спят. Ну я превыше раньше вставать то. Я его расчесываю. Там команды даю. Отойду дальше. И он вернулся. Стал чемпионом Сибири. При второй поездке в Ворону. Сосал чемпионом России. Я сам держал собак. Володой занимался. Понятно. А другой. Ты чего с собаками там пользуешься. Там зараза. Зараза у тебя на языке. Зараза ты. Ты сама зараза. Как ты можешь судить. Ты же не знаешь. Что в этой собаке. У человека понимается зараза. Язва какая-то. Нужно намазать сметаной. И дать собака залезать. И пословица говорится. Зараз все как на собаке. Не на кошке. На собаке. Я вам расскажу все про собаку. А я занимался в уголовном розыске. Как преступников ловили. И как она находит. Я люблю. Познакомился с пограничниками. Записался в клуб собаководства. Там по книжкам все. Она ошейник не знала даже. Я иду. Она так ошейник держит. В зубах. Вот иду дорога. Я ей говорю. Искать. Что искать? Бутылки. Бутылки искать. Все. Она бросилась. И дорога из-под снега. Все бутылки соберет. И в зубах с бутылкой идет собака. Лили так рассмотрит. Я бутылки сдам и мясо куплю. Если я сказал искать. Чего искать? Я говорю. Патроны. Она где есть. Теперь на стрельбище. Она все эти бдильзы найдет и поднесет. И даже не верится. Мы дома пели там. С Христос воскресе. И она сидит. Подкивает. Голос. Выше она не может слова-то сказать. А тонами то выше, то ниже. Собака. Понимаете? Собака по интеллекту с ней может соперничать только лошадь. Вот два животных в окружении человека, которые обладают особо развитым интеллектом. Если еще и учишь его. Благословен Господь. Так. Уходим. Кошка. Вот она там. Я раньше говорил, никто не взял. Вот это место каким-то картоном. Подумайте сами, если не можете, я сделаю. И маленький матрасик там положить, как коробки. Если нравится, пускай там будет. Видите? А он говорит, ну что там кошка-то? Пошла она отсюда. Это со мной не бывает. У меня кошка на улице одна в городе. У меня того дня не разу не было. Лидия. И поэтому я на мышей не жалуюсь. А которые кошек гоняют. Они все. У меня мыши с потолка падают. У меня мыши на еле. Живи с мышами. Кошка и мыши несовместимы. А ты несовместимы с кошкой. А потом мыши тебя заедают. Я и гимн написал кошке. Послушайте, когда будет возможность. Вы видели, как Виктор Николаевич поет. Действительно, это любовь. И так прошу. Зря не путаться под ногами в нашей любви с кошкой. Господи, слава Тебе. Господи всемогущий, хвала Тебе. Помоги нам окончить этот день по Твоему благословению. Благослови приезжающих и отъезжающих. Посети болящих. Поддержи одиноких, покинутых, слепых, больных, на операционном столе лежащих. Ты знаешь, Господи, всех детей Твоих, пытаемых и убиваемых. Отверзи им двери рая. Господи, помоги детям Сирии. Утеши. Пошли им в защиту Твою Святую. И нам дай силу Духом Святым быть настоящими детьми, сынами и дочерями Твоими. Истинными христианами. Хвала Тебя, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok